Сежеин глядит по будущим и влажен рабе Божьих, обрящих дящих. Что обычно называют клубом? Место, где встречаются люди с общими интересами – деловыми, познавательными, развлекательными. А бывают еще и интеллектуальные клубы, участники которых заинтересованы в том, чтобы решать различные интеллектуальные задачи. Сразу отметим, занятия это увлекает далеко не всех. Но тех, кому нравится думать, учиться, решать задачи подобного рода, наверняка заинтересует и деятельность интеллектуального клуба «Катехон», основанного в Институте философии РАН. И сегодня у нас есть возможность побывать в этом клубе, а точнее встретиться с его основателем – православным философом Аркадием Марковичем Малером. И продолжить слушать его лекцию на тему «Личность как ключевое понятие христианского мировоззрения». На прошлом уроке лектор говорил о проблемах, связанных с пониманием личности, и остановился на том, что понятию личности необходимо дать определение. Здесь надо сказать, что когда читаешь философов, занимающихся вопросами личности, тем более философов-персоналистов, независимо от того, где и когда они жили. Это могли быть немцы XIX века, русские XX века, французы XXI века. То, давая определение личности, они как будто все сговорились. У них почти у всех всегда выступает впереди общего ряда свойств личности. Два свойства – разумность и свобода. Личность – это разумно-свободное существо. Или свободно-разумное существо. Иногда это просто пишется мимоходом, как будто бы даже автор не задумывался, что он написал. Ну, просто наиболее удобное дал определение. Но, когда мы пытаемся анализировать понятие личности, то мы видим, что именно личность как таковая, как нечто не сводимое к природе, действительно обладает двумя неотъемлемыми свойствами, без которых она просто не является личностью. И вот тут, опять же, как будто бы перескакивать через много тем, я должен сделать очень важное уточнение. Поскольку философия персонализма в XX веке развивалась в основном в социокультурном контексте сопротивления тоталитарным режимам и философиям, в основном, тоталитарным тенденциям даже в церкви, как казалось, каким-то персоналистам, то принципиальный акцент был сделан именно на свободе. Потому что главное свойство личности – это свобода. Вот если свобода нет, то личности нет. И все, и этого достаточно. Я это объясняю просто социокультурным фактором, контекстом историческим. Ну, просто, если мы сейчас помним основных персоналистов, ну, например, Мунье и Бердяева, то они все боролись с фашизмом, они все боролись с тоталитарным коммунизмом, и это было главное. Свобода превыше всего. И это было главное свойство личности. Но если мы скажем, что в личности главная свобода, то тогда окажется, что личность безответственна. Она может делать все, что хочет, и никто не будет ей ничего указывать, и никто с ней ничего не спросит. А оказывается, личность именно потому является чем-то целостным и ответственным, что кроме свободы она обладает разумностью. Здесь, возможно, разные синонимы. Можно сказать разумность, можно сказать интеллектуальность, можно сказать умность. Какие угодно могут быть термины. Рациональность, хотя это понятие гораздо более узкое, как мы с вами знаем. Но в любом случае, способность мыслить и отдавать отчет самому себе в своих мыслях и действиях. Вот этот самоотчет возможен только в том случае, если есть два неотъемлемых признака. Разум и свобода. Все. Других признаков не нужно. Но если это разум без свободы, то это компьютер. Если это свобода без разума, то это, ну, у меня хочется красиво придумать такую метафору, как бабочка, да, летающая. Это, так сказать, свобода есть, а разума нет. Ну, или что-то можно другое здесь представить себе. И персонализм, исторический персонализм, в большей степени пошел по пути превозношения свободы над разумом. Больше того, есть вполне конкретная позиция, что вообще не надо говорить о разумности как необходимом свойстве личности, потому что разумность — это свойство природы. Раз уж мы договорились, что личность не сводится никакому природному свойству, то сводить ее к разуму неправильно. Но это то, что касается неотъемлемых свойств личности как таковой. Благодаря необходимой не просто взаимосвязи, а взаимополаганию изначального разума и свободы, личность обладает сознанием, в более усиленной версии самосознанием, потому что она осознает себя и отделяет себя от окружающего мира. Как следствие, личность обладает ответственностью, она — это ответственное существо. И, наконец, личность обладает тем, что называется свобода воли. Правда, свобода воли — это сложно сочиненная конструкция, потому что воля — это не атрибут личности, это атрибут природы. Так вот, сами хорошо знаем по христологическим спорам, да? Воля — это атрибут природы, а не личности. И тут мы переходим к следующему свойствам личности, второго порядка, которая уже связана с тем, как она проявляет себя вовне. А вовне она всегда себя проявляет только посредством своей природы. Поэтому она может, конечно, быть и не сводиться к своей природе, но она не существует иначе, как к своей природе. Яркий пример, собственно, с человеком. Мы можем сколько угодно себя убеждать в том, что мы не сводимся к нашей человеческой природе, но мы всегда люди от зачатия и до бесконечности. И не может быть такой ситуации, что мы перестали бы быть людьми. Даже если представить себе ситуацию нашего максимального желанного обожжения, где не сказано, что это обожжение убивает нашу человечность. Мы остаемся людьми всегда. И это для нас нормально. И мы проявляем себя как личности только посредством своей человеческой природы, которая отличается от природы животных, от природы ангелов, и, конечно же, от природы самого Бога. При этом Бог является личностью, ангелы являются личностями, и они тоже себя проявляют посредством своей природы. Какие свойства отражают личность вовне? Ну, здесь можно сказать первое, второе, а можно сказать третье, четвертое, поскольку первое двое назвало разумность и свобода. Третье свойство – это способность к общению. Поскольку личность существует в мире других личностей. И, как пишут почти все персоналисты, как будто сговорившись, личность конституирует себя в ситуации общения с другими личностями, открывает себя в ситуации общения с другими личностями, и так далее, и так далее. Ну, не может личность познать себя как личность, сталкиваясь со стенкой. Личность осознает себя как личность, сталкиваясь с другой личностью. Это понятно, да? Поэтому, конечно, можно сказать, что у нас почему бы не быть некой личности в вакууме, в безвоздушном пространстве, но в чем смысл ее личностности, если другой личности нет? И здесь, я думаю, некоторые из вас уже догадались, что не случайно персонализм – явление сугубо христианское, поскольку, когда спрашивают, ну, а вот, так сказать, не скучно ли нашему Богу было существовать без мира, который он создал? Это очень простое «не скучно», потому что у Бога три личности. Бог – это предвечное общение трех личностей. И благодаря этому мы можем объяснить вообще, как устроено христианство, как устроена христианская метафизика. И чем она принципиально отличается в этом смысле от других авранических метафизик, а именно иудейской и мусульманской. Следующее свойство, четвертое – это способность личности к творчеству. Личность может что-то еще создать, кроме себя самой. И, соответственно, если это сложить вместе, свойство общения и свойство творчества, то, наверное, наивысшим идеалом человеческого существования с этой точки зрения и наивысшей способностью личности является способность к сотворчеству. А мы сами помним, что творение мира было сотворчеством трех личностей, потому что в творении нашего мира участвовали все три лица Божественной Троицы. Таким образом, сотворчество – это действительно то, что раскрывает личность в ее максимуме. Ну и кроме этого, надо сказать о том, что есть некоторые свойства личности, которые являются не столько свойствами, сколько ее, скажем так, свидетельствами. Но вот если говорить на современном таком вульгарном языке, это можно было бы назвать маркерами личности. То есть то, что ее маркируют как личность. Когда мы понимаем, что мы имеем дело с личностью, а не с чем-то и безличным. Опять же, это не ее неотъемлемые свойства как таковое, а это то, что другой личности свидетельствует о ней как о личности. Это два свойства. Во-первых, это ее лик. Как мы с вами определяем личность человека? Внешне. Через то, что у него есть лицо. А в лице самое главное что? Глаза. Это вот общение через глаза, да? Личное общение. Ну, не случайно, наверное, христианский персонализм очень внимательно относился к иконописи. Да? И случайно православная церковь все-таки догматизировала иконопочитание, потому что, поклоняясь иконам, мы сами понимаем, что мы поклоняемся не самим доскам, а мы поклоняемся личности, изображенной на этих иконах. А как мы сами хорошо знаем, иконы часто пишутся от глаз, да? Главное в иконе – глаза. Заведите мне хотя бы одну икону, где не было бы личности. На иконе может быть много личностей, может быть, собор целый, да, святых. Это всегда какая-то личность. Я, кстати, скажу здесь, ну, такой приведу пример из личной, так сказать, жизни своей, потому что я персоналистом не был. Я к этому пришел. Когда-то мне очень привлекали именно имперсоналистское представление реальности. Мне казалось, что личность – это вообще презренное понятие, ассоциируемо просто с человеком, а абсолют, он, конечно же, безличен. И когда я входил в церковь, мне было очень странно, что на меня отовсюду кто-то смотрит. Я хочу найти этот черный квадрат, который и является, собственно, абсолютом. Да, вот это, как ее еще романтично называли, «Тьмой превыше света Дианисия Реопагита». А на меня все время кто-то смотрит. Где же тогда Бог? Где тогда святость? Она вот в этих глазах и есть. Вот она смотрит на меня своим ликом. Да? Поэтому лик – это просто внешнее свидетельство личности. И отсюда, естественно, развитие иконопочитания. И другое свойство, которое также влияется свидетельством личности по отношению к другой личности – это имя. У личности есть имя. Должно быть имя. И этим имя отличается от клички. Которая присутствует у безличных существ. Вот у собак – клички, а у людей – имена. Ну и вы также знаете, что когда икона становится иконой? Когда она надписывается архиереем, правящим. Как она надписывается? Архиерей пишет там имя. А вот на этом я тему имя не закрываю, поскольку у вас на эту тему еще будут лекции. Собственно, все. Вот весь перечень основных свойств. С точки зрения христианства человек создан по образу Божию. И здесь, опять же, многие христианские мыслители, прежде всего христианские персоналисты, опять же, как будто сговорились, утверждая, что образ Божий в человеке явлен именно как его личность. Ну, мы с вами прекрасно помним слова из Священного Писания, из книги «Бытия». И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Тема личности как образа Божия очень популярна. Я приведу просто цитату человека, который был главой Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Филарета Вахрамеева. «Человек изначально сотворен по образу Божию, который следует отождествить с его личностью, то есть ипостасным образом его бытия». Это я привожу просто к тому, что позиция – это не то, что не частная, не то, что не маргинальная. Это мейнстримная позиция, понимаете, да? В современном православном богословии. Хотя, конечно, идут споры, что называть этим образом, что называть подобием. Мы в данном контексте понимаем, что образ Божий как личность позволяет человеку обладать той самой свободой и тем самым разумом, то есть это разумно-свободное существо изначально, и никто у него этот свободный разум не отнимет. А вот подобие Божие – это уже его восхождение в обожение. Подобие можно утратить, образ не утратит человек никогда. Человек всегда остается человеком, и он всегда, именно потому, что он человек, остается личностью. Даже в аду, в бесконечных муках он остается личностью. А вот подобие, конечно, Божественно утрачивает. Здесь надо сказать, что поскольку все равно, говоря о личности, многие думают, что речь идет только и только о человеке, что это антропологическое богословие исключительно, напомню, что тема личности непосредственно касается ангелов. Ангелы тоже личности. Ангелы тоже разумно-свободные существа. Об этом пишет Иоанн Дамаскин в своей работе о двух волях. В отличие от человека, ангелы состоят из одной духовной природы, а человек из двух. Человек — это душевно-телесное существо, да? А личность обладает прежде всего душой и остается с душой, а не с телом после смерти. Ангелы всегда служебные духи, а человек царствует над миром. Ангелы не могут чувствовать и творить в материальной природе, как утверждает в частности святой Григорий Палама. А человек может. Человек, в отличие от ангелов, обладает материальным телом, которое участвует в Боговоплощении, потому что Бог именно вычеловечивался, а не его ангелся. И человек участвует в Евхаристии посредством своего тела. Ну, есть совсем сложная и высокая тема богословская, а именно касающая, и об этом писал Владимир Лоский, что в самой Троице после воскресения и вознесения Иисуса Христа присутствует человеческая природа. Потому что Бог-Сын, Логос, сохраняет человеческую природу после своего воскресения и вознесения. Этим она отличается от ангелов. Почему такое понимание Троицы было невозможно в античном мировоззрении? Почему только различая личность и природу, возможно говорить о христианской триодологии? Потому что античное мировоззрение, если не в целом, то по преимуществу. Потому что античные философы были разные, и я об этом скажу. По преимуществу. Это мировоззрение холическое. Что это значит? Во-первых, с точки зрения большинства античных мыслителей, идеалом совершенства является всегда единство. Совершенство всегда едино. Единство всегда первично, множественность всегда вторична. Поэтому если ваш христианский Бог троичен, это значит, что он несовершенен. Что же это он троичен, если он Бог? Если он Бог, то он должен быть моничен. Это Бог монада. Любая множественность вторична по отношению к единому целому. Поэтому любая индивидуальность – это лишь часть единого целого. И, конечно, в пределе свою индивидуальность нужно аннигилировать. Во-вторых, с точки зрения большинства античных мыслителей, природа или сущность любой вещи первично по отношению к своей ипостаси. Поэтому любая ипостась – это всегда ипостась одной природы, одной сущности. Представить себе ситуацию, чтобы ипостась была первична по отношению к природе, чтобы Бог-Абсолют был троичен, и эта троичность была бы не случайной, не какой-то, скажем, сугубо функциональной, а она была бы принципиальной, эта троичность была бы троичностью Бога, который является тремя личностями, обладающими одной общей божественной природой, а не одной божественной природой, обладающей тремя личностями. Для античного сознания было невозможно. И тут, собственно, и потребовались отцы церкви, которые совершили тот самый мировоззренческий переворот, который, между прочим, многими считается лишь некой стадией развития европейской философии. Ну, здесь мы сразу входим как бы в два регистра понимания того, как развивается человеческая мысль. Если мы смотрим на этот вопрос сугубо историко-философский, да, можем сказать, что мысль отцов церкви была просто определенной стадией развития европейской философской мысли. Это будет правда. Но можем ли мы сказать, что это был некий предел и завершение развития античной мысли? А такие нотки встречаются, ну, например, у того же Алексея Философа Лосева. Вот была античная мысль, она так по-гегелевски развивалась и увенчалась тем, что абсолют открыл себя в Христе. Так вот вопрос, это абсолют не зашел до человека и открыл себя? Или это человеческое сознание дошло до такого состояния, что в таком-то этапе развития оно вдруг осознало, что существует, например, личность? Это вопрос не праздный, да, потому что нашему брату-интеллигенту очень хочется думать, что вот развитие человеческой интеллектуальной культуры, оно как-то так непосредственно не просто влияет на божественный замысел, а оно просто вот является божественным замыслом. Поэтому, ну, что плохого в Платоне или Аристотеле? Это были великие люди, которые обладали серьезными знаниями, да, но являются эти знания сопоставимы с теми знаниями, которые обладали отцы церкви, которые это знание получали непосредственно от Святого Духа, да, как мы в это верим. Потому что если они не получали это знание от Святого Духа, да, они не отцы церкви, а просто выдающиеся христианские мыслители. Как это считать протестант? А отсюда, например, проблема, которая постоянно возникает, когда мы говорим о так называемом христианском платонизме или христианском неоплатонизме. С точки зрения истории и философии это вполне законное понятие. Мы, безусловно, можем говорить о том, что был ряд авторов, которые одновременно называли себя христианами и одновременно ориентирулись на Платона. Ну, самый известный случай – это Оригин. Но, возможно, это понятие в догматическом контексте. Какой христианский платонизм? Если христианин – платоник в какую-то степень, то он еретик, он не христианин. Платонизм неоднократно осужден. И несколько отцов церкви, включая Григорию Паламу, его очень серьезно обличали. Как же мы там можем говорить о христианском платонизме как о чем-то, что является преимуществом развития христианской мысли? Это девиация христианской мысли. Если он вообще существовал как факт. Потому что с этим тоже же можно спорить. Свят, 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 Боже, Богородицею помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok